Здравствуйте! На связи Норильск и я, Наталья Федянина, директор Музея Норильска. Мы с вами находимся в нашем основном здании музейно-выставочного комплекса в зале постоянной экспозиции под названием «Территория». Здесь в одной из витрин, которые посвящены истории освоения таймыра, находится предмет, который, пожалуй, можно назвать одним из самых загадочных в нашей коллекции. Это солнечные часы, латунный прибор, солнечные часы и компас. Этот прибор был найден в окрестностях Норильска в 1950 году при строительных работах. Примерно через 30 лет, в конце 70-х годов, Арсений Иванович Башкиров, бывший в то время директор Норильского музея, обратился в научные институты страны с просьбой помочь атрибутировать этот предмет. И были получены заключения от специалистов из разных музеев и учреждений страны, которые определили, что это солнечные часы и компас аузбургской системы, экваториальные, дорожные. И период их создания поделили как XVIII век, и даже с наибольшей вероятностью первая половина или середина XVIII века. Часы достаточно сложные в обращении, и, конечно, в то время пользоваться ими могли только образованные, грамотные люди, географы, моряки, топографы. И большой вопрос, как этот прибор попал в Норильск, в окрестности нашего города. Одна из версий, пожалуй, самая привлекательная, которой придерживались наши предшественники, музейные сотрудники, относят появление этого прибора ни много ни мало к году первого письменного упоминания о Норильске. Дело в том, что в XVIII и XIX веках в наших краях было совсем немного экспедиций. В частности, в XVIII веке здесь проходила только Великая Северная экспедиция, и, в частности, с разницей примерно в месяц в окрестностях Норильска проходил санный путь Семёна Челюскина и Харитона Лаптева. И у Харитона Лаптева в путелом дневнике существует запись о том, что 19 марта 1742 года они приехали на устье реки Норильской, в которой добирались вверх 10 верст на Норильское зимовье ночевать. Это именно та самая первая запись о Норильском зимовье. И, вероятно, что если эти часы попали к нам в XVIII веке, то они могли принадлежать кому-то из участников Великой Северной экспедиции, например, Семёна Челюскина или Харитона Лаптева. Версия привлекательная, но были и оппоненты у неё, которые подвергли её критике, и сомнения обоснованы хотя бы тем, как мог прибор, пролежав почти два столетия в Таймурской тундре, сохраниться так хорошо. Поэтому возникла и другая версия, что опираться надо не на версию появления, а на версию находки. Часы были найдены в XX веке, и, соответственно, возможным способом попадания было то, что приехали они сюда с кем-то из образованных людей на уже XX века, которых в это время здесь, конечно, было очень много – пришлых, приезжих людей. Но эта версия тоже имеет свои минусы и сомнения, потому что за какое практическое надобие такой старинный, довольно громоздкий прибор мог попасть в это время сюда, в Норильск. Одним словом, и по сей день солнечные часы «Компас» вставляют поле для исследователей, хранят свою загадку. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok